Всем привет, дорогие друзья, это Зомби Вегас, мы сегодня играем в игру Данжел Редс. Как вы помните в прошлом выпуске, мы немножечко зафейлились в битве в Старом Городе. Там сложная битва, поэтому для этой битвы решил немножко переодеться, одел этому герою мазь, которая снимает кровотечения. Я думаю, что вполне возможно она пригодится. Этому герою я в принципе оставил такой боевой закуп, который поможет скорее всего быстренько их убить. Я думаю, что должно сработать хорошо. И еще из интересного, то что я арбалетчику решил зарядить на эту битву зубренные стрелы, потому что они будут более полезны. Также по прокачке я прокачал немножечко критический удар арбалетчик, чтобы он скистрел получше. Я, честно говоря, пока в раздумьях, качать ли крит мечнику, либо воину с молотом. Если у вас есть идеи по этому поводу, пишите. Но мне кажется, что, наверное, учитывая, что этому нужно качать и уклонение, и молот, этому и меч, и блок, наверное, лучше не качать криты. С другой стороны, это не так дорого, то есть может быть и будет актуально. В общем, я еще выдумаю про это, может быть к концу выпуска прокачаю, если нет, то не дадите своими мыслями по этому поводу. А сейчас мы продолжаем и поднимаемся наверх. Только что я тестил стратегию, через которую я думал сыграть. То есть я просто хотел этими двумя героями разбираться с этими тремя арбалетчиком, разбираться с арбалетчиком. Но проблема в том, что мой арбалетчик, я ему не качал совершенно у вороты. То есть получается такая ситуация. У него у ворот минимальный. То есть я немножко качну его, конечно, но все равно у вороты у него очень маленький шанс. И поэтому по сути, по сути, мы не сильно заинтересованы пользоваться его воротом и драться один на один этим героем, поэтому мы его еще будем перекрывать. То есть что мы делаем? Варвара ставим вот сюда, в эту ящейку. Арбалетчика, наверное, 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 вот сюда. По нему попадут по идее раз, но за один ход его точно не убьют. А если больше, чем один ход, то они стрелять не смогут. Потому что я его перекрою. Ну, в общем, есть стратегия на этот счет. У нашего главного будет та же миссия, но в этот раз будем играть немножко более агрессивно. То есть, что, ну, по сути, начало такое же. Мы прорываемся, у нас остается 4 поинта. Неудачно. Все забочно. Можно оттолкнуть, чтобы он лишние поинты потратил. В принципе, не худшая идея. Давайте пробуем. Получилось, уже неплохо. Тут блок прошел, тут пошли уроны. Минус к уклонению. Ну, там уклонение и так нулевое, по сути, поэтому шансов мало. Можно ли артериально попасть? Очень маленький шанс, не имеет смысла. 58% получше. Попали раз. Почему-то зубренные стрелы не перезаряжаются нормальным путем. Ходятся вручную. Но, благо, это не такой древний способ, как я поначалу делал. То есть, можно все-таки это все автоматизировать, быстренько клацать и так далее. Смотрите, у нас, если мы подаем сюда, у нас остается 8 поинтов. Мы можем использовать эту банку еще. Остается 9 поинтов. Это пахнет тоже двойным ударом. Блин, удар очень хорошо. Так, там нашего котсу, тут он микснул. Но пока что все отлично складывается. Тут мы можем, кстати говоря, выйти в агрессивную позицию. Когда ходит этот парень? У него сколько жизнь? 10, да? Он ходит, в принципе, скоро, но после нас. Но я бы сказал, что Марком лучше было бить уже сразу же этого мечника. Поэтому давайте пробуем все-таки здесь сыграть в авантюру. Вот такую вот. 7-10 урона. Нам бы лучше больше урона. 9-12. Вот так вот. Пробуем. Ну, видите, авантюра. Авантюра, к сожалению, не удалась. Давайте перезаряжать стрелы. Ну, уже выстрелим. Мы еще обычно выстрелом. Ну, видите, здесь вот пошла неудача. Если до этого все получилось круто, то сейчас вот получилось очень даже нехорошо. Здесь ситуация такая, что будет уместно, я думаю, чтобы мы сейчас оттолкнули этого парня. Он дрался с варваром. А здесь, в свою очередь, подошли сюда и начинали бить героя без щита. Без щита просто он достаточно уязвимый. И, в принципе, противоставить ничего не сможет. В то время как этого героя, пока мы убьем 10 жизней со щитом, это будет долго. А здесь, видите, очень хорошо все получается. Тут, на самом деле, 12 поинтов. Можно воспользоваться ситуацией и попробовать убить его быстрым ударом. Сколько там урон? 9-13. Шансы убить высокие. Реально высокие. Давайте пробовать. Конечно, уже выпало 9. Ну, это, блин, смешно, конечно. Смешно, смешно. Кровотечения на немникового нету, поэтому нужно добивать. Вариантов нету. Давайте немножко подойдем поближе к этому герою. Так, там, я смотрю, на нашего набросились, но наш герой пока в порядке. Это 39 жизней, это хорошо. Это очень хороший показатель. Давайте пробовать заряжаться. Взубренные стрелы. И надо пытаться пробивать по этому копию щеку. Если мы его быстро убьем. Хорошо. Хорошо, просто очень хорошо. Еще одна стрела. Слушайте, а он же еще и, по-моему, под кровотечением, если не ошибаюсь, правильно? Он и под ядом, и под кровотечением. То есть, по сути, мы можем на него забить. Чей сейчас ход у нас? Ход главного героя. К расходу главного героя можно пойти вот в эту ящейку. 6 ОД. И начинать бить следующего героя. То есть, мы пытаемся максимально быстро всех отравить. Всех кровотечением заразить. Ну, не заразить. В общем, да. Наложить его. И таким образом получить хорошее преимущество. Здесь обычные удары будем бить. Или быстрые лучше? Ну, быстрый шанс попасть больше. А если двойной? Ну, двойной на реализоне всего. Потому что, видите, если бить обычными ударами, 47% шанс, что хотя бы одна не пойдет. Тычка большой. Здесь шанс неплохой, что пойдем двумя. Мне так пока не кажется. Давайте пробовать. Урон слабенький. Но, по крайней мере, мы ее подломали уже неплохо. Уже неплохо, скажем так. И, пожалуй, все здесь. Тут вообще хорошо получилось. Он еще пытался отбежать. Что для меня крайне хорошо. Давайте заряжать еще раз мощные стрелы. Тут шанс маленький. Видите, щит. Щит это зло. Но все-таки лучше, чем ничего. Поэтому стреляем, пробуем. Если попадем хотя бы разик. Будет хорошо. Блокирование хорошее. Ничего не скажешь. Начинаем потихонечку приближаться. Нужно быстрые удары. Нам достаточно будет урона. И более там кровотечение с ядом. В принципе, должно все получиться хорошо. Здесь, я думаю, снова двойной удар пытаемся. О, в этот раз получше уже. Атака по возможности. Там, кстати говоря, смотрите, у него одна жизнь осталась. Он умирает по-любому. Можно на него забить. Здесь давайте зарядим обычные стрелы. Потому что шанс маленький. И лучше тогда не тратить более сильные стрелы. Давайте пробуем стрелять. Опять все получилось плохо. Давайте повторяем процесс. О, ну хоть как-то уже. Какой-то урон прошел. Весьма неплохо. Здесь не имеет смысла с ним стоять. Имеет смысл пойти, того окружить. И здесь наносить двойной удар. С надеждой на то, что мы его выбьем. Хорошо. Тот умирает. У нас арбалетчика. Время настало. Надо пытаться. Давайте. Обычные выстрелы. Еще раз. Конечно, так себе. Урон слабенький, прямо скажем. Но, все-таки, мы его достаточно быстро убиваем. Пока что отделались с легким испугом в плане урона. Так что мне очень нравится. Все как складывается. Давайте обычный удар. Победа. Фух. Знаете, я не ожидал, что так получится выиграть. С такими маленькими потерями, я сказал бы. Но, я очень доволен этим. Похрана мертва, а их лагерь и все в нем, включая кузницу и пленника в клетке, теперь принадлежит тебе. То есть, по идее, пленник в клетке, это, наверное, наемник потенциальный. Я так подозреваю. Заключенные с нижнего уровня медленно следуют за тобой в эту герой инкогнито. Это неизведанная земля, если не ошибаюсь, с латыни. Гадая, какие новые возможности или, возможно, неизведанные ужасы ждут их здесь. Один пробивной и малый, желая выслужиться, притаскивает твой сундук с добром. Вот бы еще кто подал чашечку кофе. Чашечка кофе. Вот в этом месте только чашечки кофе не хватает. Так, немного отдохнуть и двинуться вперед. Ну, этот сейв отличный. То есть, это, мне кажется, что, ну, при том, что были миссы, ну, мне кажется, результаты хорошие. Подъем. Вот такой вот будет сейвик. Так, хорошо. Давайте глядеть, что у нас тут мы нашли. Во-первых, посмотрим, что мы собрали с этих ребят. Доспехи тут, конечно, не самые хорошие. Легкие доспехи, не особо интересные. Мечи одноручные. Ну, тоже так себе, по-моему. Я же проверю. Но вот щит, мне кажется, хороший. Кавалерийский. Ага. У нас что, перевес? Ага, у нас, судя по всему, перевес, да? Или почему? Почему моя партия разбежалась-то? А, я понял. Нам предлагают пересобрать партию. Ну, марка, я думаю, с тобой свободочно оставим. Ну, конечно, давайте сначала проверим, что за парень нам намещается в партию. И будешь вернуться туда, откуда пришел, говорит освобожденный пленник. Когда они сообразят, что к чему-то, отловят тебя к последнюю собаку. Попомни мои слова. Они? Триумвират. Три банты, что заправляют в шахте. Камни-ломы, кротокрысы и претеры. Они не позволяют никому из вас, обитателей дна, подняться сюда и развлекаться. Не важно, насколько много в тебе спеси и гонора. Это естественный порядок вещей. Давайте скажем, что мы спасли его неблагодарную задницу. Через день-другой меня бы и так выпустили. Теперь они решат, что я тоже в этом участвовал. Хочешь присоединиться ко мне или вернуться в клетку? Конечно, присоединюсь к тебе. В свое время я был неплохим воином, знаешь ли. Сружался с драконами в свое время, да? Я убивал почти все, что ходило или ползало время от времени. Вот так я сперва оказался здесь. Давайте послушаем о бандах. Претеры. Самая сильная банда. У них не так много людей, как у кротокрысов. Но они контролируют кузницу, а значит, они достаточно стали для создания оружия и брони. Отсюда и название. Кратокрысы контролируют старую шахту. А значит, они сидят на самых больших запасах руды. Претерам нужна руда для кузницы, а кротокрысам нужна хорошая железа. Остальное они сплавляют наверх. Камни-ломы контролируют водоснабжение. Поэтому все с ними считаются. Через их территорию протекает река, и они следят за тем, чтобы никто не смог пробраться близко и пить на халяву. Если ищешь драки, то начни с камни-ломов. Они плохо вооружены и не ожидают нападения. Скажи им, что пришел поторговать, и они тебя вкусят. Ага, они заправляют всей шахтой, кроме верхнего уровня. А кто-то заправляет верхним уровнем. Император. Хихикает старик. Говорят, что он выше двухметрового ростом и может убить человека с одного удара. Его боятся даже стражники. Он заправляет бандами, а банды заправляют всем остальным. Давайте возьмем его и посмотрим, что он вообще из себя представляет. Так, у него ремесло прокачано. И молоты. По сути, я бы сказал, что это аналог моего героя. Вот этого. Только, честно говоря, мне кажется, что как-то его показатели вот эти вот гораздо хуже. Он прокачан как бы в бонусные очки навыка. То есть, по идее, качаться будет быстрее, но у него задел похуже. У него сила меньше и телосложение ниже. То есть, честно говоря, мне он гораздо менее нравится. Поэтому, я думаю, что мы от него откажемся. Тем более, у него прокачан блок с молотами. И арбалет. Ну, он прокачан, конечно, хорошо. У него, видимо, очковопыт гораздо больше. Но чисто по показателям, мне кажется, он будет слабее и менее эффективен. Потому что 35 жизни для меричника плохо. Для арбалетчика, в принципе, неплохо. Но у него ремесло прокачано, понимаете? Это дубль с моим марком. Поэтому, мне кажется, лучше от него отказаться. Тем более, блок... Мне сложно представить, как мы будем использовать блок без щита. А без щита это арбалет. Так что мы его просто сейчас выгоняем. Так, Кир, пойдем с нами. Все, партия снова в сборе. Давайте собирать добро. Ооо! Другой разговор. Арбалетик, мне кажется, явно получше. Чем то, что я взял. Снова мы собрали целый арсенал вооружения. Давайте разбираться. Потому что явно нужно что-то использовать или что-то разобрать. Потому что, видите, у меня уже целая сумка вещей всяких интересных. Нужно их явно как-то грамотно пустить в ход. Этот меч, мне кажется, похуже моего. Да, у меня меч классный. Он прокачанный, с босса. Поэтому, ну, прям супер вещь. Поэтому не трогаем его. Что касается арбалета, вот, мне кажется, здесь получше будет. 8-11. Ну, урон гораздо лучше. Конечно, дороже перезарядка. Но у него шанс попасть выше. Ну, вообще, конечно, хорошая вещь. Реально хорошая. Кстати говоря, видите, там написано емкость 1. То есть, видимо, будут в конце еще двухзарядные арбалеты. Скорее всего. Ставим этот арбалетик себе. По армору тут, конечно, все не очень хорошо. С другой стороны, с его-то защитой, честно говоря, рассчитывать на большее не стоит. Хотя, вот это получше будет. Все-таки немножко получше. Давайте оденем. Чтобы он был по защищению. И давайте оценим щит. Ага, это немножко упрощенная. Даже облегченная версия моего этого щита. Я бы сказал, что мой получше. Немножко больше штраф брони и к шансу попасть. Но. Хотя. ПДБ у меня выше. И ладно, давайте оденем скетт. Побегаем с ним. Ради интереса. И что касается марка. Здесь у нас только топоры. То есть, это все можно разбирать по-хорошему. Можно использовать крафт сейчас, чтобы это все разобрать. Даже разбирая не все. У меня, видите, получилось достаточно много ингредиентов. Честно говоря, я не вижу смысла пока что что-нибудь крафтить. Конечно, можно починить, попытаться. Вот этот щит можно починить. Который у меня в руках. Это будет недорого стоить. Зато у нас будет щит полностью готов к сражениям. То есть, это же я правильно починил свой основной, да? Вот он, да. Не битый уже. Отлично. Но в таком случае, можно продолжать изучать этот город и двигаться дальше. Так, первое, что бросается в глаза, то, что тут есть какие-то левые НПСы. Видимо, они все необщительные. А, подождите, вот еще есть парень, который хочет сражаться с нами. Уже не хочет сражаться. Поднимает правую руку, но мне не хватает трех пальцев. Так, держась. Ладно, не надо. Не надо, мне такой боец. Примесло железа. То есть, можно здесь сделать какие-то вещи, которые нельзя было делать раньше в прочих местах. То есть, мы, по идее, можем здесь какие-то доспехи сделать новенькие. Кстати говоря, из интересного, то, что я нашел здесь точила. Который позволяет подточить оружие. Молот новый, одноручный причем, обращаю внимание. То есть, можно будет с ним драться. Но у меня нет таких героев, которые будут использовать бог. Это как раз, видимо, для того героя, который там стоит. НПС новенький. И ручной арбалет. Арбалеты одноручные. А, не намекаю, что можно будет взять с ним щит, наверное. А, вот оно что. Понятно теперь, зачем все там прокачано у этого героя таким образом. Видимо, все заделано под этого героя. Не, ну, чисто по задумке, конечно, неплохая комбинация рисовывается. Но если мы возьмем того героя, у нас алхимия будет низкая. Мне очень бы хотелось так разыгрывать. У этого локость 8. У этого, по-моему, тоже локость 8. То есть, в принципе, они взаимозаменяемы. Но вот с алхимией, конечно, обидно получается. Не хочется отказываться. Поэтому пока оставим этот состав. Потом, если что, может быть, если этот будет умирать, пожертвуем им. И заберем этого героя. Может быть, так сделаем. Неплохая идея, мне кажется. Давайте также заберем припасы, которые здесь есть. Глянем, что 26. Ну, 26 достаточно неплохо, кстати говоря. Давайте, я думаю, марка выкидываем при помощи нашей баночки. Которая у нас там валяется. Это вот здесь. 20 жизней. Неплохо. Просто не хочу все пайки использовать пока что. Наверное, было бы логично их использовать. Ну, да ладно. Пусть немножко останется. Про запас. Все-таки вещь полезная. У нас, тем более, есть лечебная мазь еще одна. И можем скрафтить их еще с запасом. Так что у нас запас этих средств против кровотечения достаточно хороший. Забираем кожу. Этих ребят мы брать не будем. Но, кстати говоря, здесь можно, знаете, что сделать? Можно, в принципе, для каких-то сложных битв взять себе на мясо этого героя кого-то. Слить его, по сути. Принять на него удар. И таким образом сэкономить себе пайки и жизни. То есть, возможно, я это сделаю позже. Если там какие-то бониты сложные будут, я, наверное, так и воспользуюсь этой ситуацией. Давайте подумаем по крафту еще. Я принял решение сделать себе очень классный щит. То есть, у него будет повышенный сопределение урона. Уменьшение штрафа брони. То есть, у нашего главного героя должно быть еще все хорошо теперь. Он будет супер бронированный. И мне кажется, вещь очень хорошая. Мне она нравится. Давайте сделаем один такой. Также я принял достаточно волевое решение. Этот армор отдать марку. Потому что он, в принципе, ему штрафы такие же даст. Но при этом будет немножко получше. К минимум, в плане того, что защита от критов будет получше. И что касается главного героя, то мы сейчас сделаем новый армор. Тяжелый. Который будет достаточно мощный. То есть, за основу берем вот этот вот доспех. Только мы его немножко улучшим. Лорика Хамата. Мы сюда повесим, во-первых, уменьшение штрафов. Во-вторых, усиление защиты от критических ударов. То есть, получится очень бронированная штука. Дает хорошее сопротивление урону. И вообще, ну, мощная вещь. Давайте скуем ее. А вот этот, в свою очередь, я думаю, надо разбирать. Как раз-таки разберем его. И где он там валяется. Где-то здесь. Вот он, да. Побитый. Все разобрали. И таким образом мы, в принципе, сделали себе хорошие, новые доспехи. Которые достаточно хороший армор дают. При этом защита 89, что высоко. Защита от крита вообще хорошая. Очень хорошая. То есть, этот герой становится реальным танком. Мощным. Причем, еще надо отдать ему новый щит. Вообще крутой. Крутой герой. Мне очень нравится. Смотрите, по шлемам мы сделаем тяжелые шлемы. При этом снимем с них штрафы. То есть, шанс пасть не уменьшится. Увеличим шанс против крита. По итогу получается очень хорошая вещь. Таких мы сделаем два. Сразу же. Нам вообще восемь предлагают. Нам восемь не надо. То есть, мы нашим главным героем сделаем эти два шлема. Один а тому. Один а тому. И что касается Кира, то ему сейчас возьмем какой-нибудь из таких более нормальных шлемов. Наверное, вот такой. Плюс-минус. Он, конечно, немножечко уменьшает шанс пасть. Но все-таки дает немножко лучше защиту. С определения урона. Кажется, не худшая идея. То есть, пойдет. Да, я думаю, это хорошая идея. В принципе, мы отделись. Давайте продвигаться дальше. Так, кто нам сразу же продвигает справиться по трем направлениям. Я так полагаю. Наверное, три банды, как раз три направления. Одни из них должны быть наименее уязвимые. Ну, наиболее уязвимые. Поэтому они должны быть возле воды. Вода у нас справа, да? Я только что ведем, по-моему, ее где-то здесь. Может, не здесь. Ну, вот вода. Не знаю, что говоря. Это подразумевает, что мы должны идти в эту сторону или нет. Но давайте сходим в эту сторону и поглядим. Там мы уже поймем, что загрузимся. В крайнем случае, это не страшно. Оцениваем просто, что здесь. Какая-то пещера, я вижу. Отправиться к реке. Да, правильный путь. То, что нужно. Здесь давайте выберем Кира. Я не знаю, влияет ли то, кто у меня активный персонаж на то, как мы добываем ресурсы. Скорее всего, нет. В плане того, что у нас же, если нажимаешь, например, вот сюда, показывает нам ремесла партии, по-моему, если не ошибаюсь. Соответственно, если у нас... Если у нас есть какой-то герой с хорошим прокачанным навыком, то оно, видимо, распространяется на всех. И кем бы ни бегали, все должно работать. Так, тут мы все собрали. Вроде интересное. Да, давайте отправляться к реке. Подеремся с этими бандитами. Пробуем. Так, ну уровень здесь достаточно большой. Мне кажется, здесь, наверное, даже две битвы будет, возможно. Может, я ошибаюсь, конечно. Хотя, не, не такой большой уровень. Давайте пробовать проходить. Оцениваем, что означает вообще слабенькое понимание этой игры. Что же нам сказали при входе. Честно говоря, здесь слабенькие. Мне кажется, это не такие уж слабенькие. Так, первая встреча. Идва ты заходишь на территорию банды камнеломов, местные тут же замечают и выдвигаются на встречу. Вскоре вокруг собирается целая толпа. Внезапно толпа расступается, и перед тобой появляется темноволосая женщина, окруженная безошибочной аурой власти. Что за шум? Треботельно спрашивает женщина. Мы просто идем мимо. Что ж, тут никто не ходит без моего согласия. Ухмыляется женщина. В цепи их парни. Прежде чем ухмыляет женщина, позволяет местным броситься в атаку, затем начинает заводить арбалет. Так, что интересно, что здесь у нас есть первое укрытие, которое мы раньше не встречали. Не знаю, нужно ли его ломать, и что будет, если мы, например, будем стрелять в нее, насколько будет сильнее шанс промазать. Это вопрос. В то же время я вижу, что врагов много, но они все очень уязвимые, поэтому моя задумка какая. Наша цель заблокировать арбалетчика, чтобы его не убили. В принципе, с такой позиционки будет нормально. Они, видите, ходят все первее, чем наши герои, кто все, кроме главного. Поэтому как раз такая формация позволит нам заблокировать арбалетчика, и его, скорее всего, не будут бить. Я так, по крайней мере, надеюсь на это. При этом арбалетчика будет открытый взор, он сможет стрелять по всем. А наш мечник пойдет сразу же рубать на джевика, у которого, мне кажется, очень-очень слабые показатели, потому что у него, видите, у него и армора нету, по сути, нормального, и щита нету, то есть это просто мясо. Может быть, даже можно скинуть его в пропасть, я не знаю. Давайте пробуем, что будет, если скинем. Ага, крит прошел. Ну, честно говоря, я надеюсь немножко на другой исход, но пусть будет так. Пусть будет так. Можно, кстати говоря, накинуть ему мощный удар с высоким уроном. О, 16 урона, кстати, неплохо. Так, там миссы пошли. Миссы продолжаются. Точнее, 3 уклонения было, нужно отметить. Это были не миссы даже. Ну, тут пошел-поехало уже, конечно. Как говорится, грязь пошла. Началась грязь. Можем кинуть бомбочку куда-то сюда, в принципе. Или сюда, например. Но это все дорогое удовольствие, давайте лучше стрелять. Нам бы в кого-то стрелять, в кого можно попасть. В данном случае, наверное, наиболее резонно будет стрельнуть в этого ножевика. Одна жизнь. У него яд, поэтому он умирает. В этом случае мы просто заряжаем новые стрелы и смещаемся по позиции. Подальше. Просто подальше смещаемся, чтобы можно было, ну, избежать урона. Избежать попадания и так далее. Да, в принципе, хороший план, мне кажется. Здесь наша цель за 10 поинтов. Ну что, можно, в принципе, выпить банку, чтобы сильнее бить. И дать двойной удар. Давайте рисковать. Но, к сожалению, не прошел. Так, там уклонения закончились. Только уклонения заканчиваются, конечно, начинается тяжелая была игра. Но, в принципе, все остальные атаки увернулись. Вот так, что нормальные. Там еще и заблокировали кучу урона. Так что норм. Более чем норм. Здесь у нас есть, в принципе, неплохое попадание. Можно пытаться. Еще и критами. Вообще хорошо. Давайте зарядим, наверное, раззубренные стрелы. Все-таки серьезные битвы. В таких битвах желательно попадать и желательно убивать. Здесь, я думаю, пытаемся помочь скопийщикам. Потому что, если мы убьем его в следующий удар, то быстрее доберемся до Роксаны. Даже пробили. Немножечко отходим еще. И здесь у нас, в принципе, ситуация, что мы можем встать в эту позицию или в эту. Они равнозначно хороши. Здесь угроза больше. А здесь больше ходов потребуется, чтобы потом идти. Поэтому давайте ставим все-таки более агрессивную позицию. Думаю, это резонное решение. Отравление пошло. Тут у нас есть поинты. Можно, кстати говоря, просто его пытаться накинуть в нокдаун. Но лучше давайте его уже убивать. Потому что я боюсь. Я боюсь затягивать. Поэтому лучше все-таки бить уверенно. Там, по-главному, конечно, пошли хорошие попадания. Не знаю, есть ли бонус за удары спины. Надо будет проверить по этому, по описанию. Видите, здесь один удар в ответ оказался гораздо лучше, чем все эти до этого выстрелы и все действия. Тут желательно было бы раз попасть. Мы уже не попали, да? Давайте обычную стрелу зарядим. Пытаемся выстрелить. Все, этого убили. Отлично. И теперь перестраиваемся под выстрелы сюда. Эта позиция профитная достаточно. И здесь, я думаю, что попытаемся закрыть. То есть я не знаю просто, как здесь будет происходить, если мы встанем в эту ящейку. Давайте попробуем. Смогу ли я толкнуть щитом ее? Нет. Смогу ли я потенциально ударить? Тоже нет. То есть должен ли я бить вот это заграждение, или как я вообще должен ее убивать в данной ситуации? Непонятно. Реально для меня еще непонятно это. Ну ладно. Чтобы подальше быть немножко от них, встанем вот здесь. Здесь 14 жизней осталось. Я думаю, два быстрых удара будут надежные, потому что они все-таки имеют шанс пасть неплохой. Хотя двойной такой же шанс. Давайте лучше, хотя бы чтобы один попал. О! Ну, все идеально не бывает. Там, благо, блоки проходят. Видите, сопротивление урона я не зря качал. То есть идея работает. Сопротивление урона очень высокое, поэтому можно себе позволить очень хорошие и интересные вещи. Заряжаем обычные стрелы. Я думаю, здесь 44%, а там 45%. Давайте лучше уже в это стрелять. Этого перспективнее выходит. И здесь, ну, выходишь, надо убивать этого противника. Я даже не знаю, что будем делать с Роксаной. Ну, я думаю, что мы разберемся с этим вопросом, но просто неприятно, что вот такая ситуация образовалась. По идее, нужно чем-то забрасывать, или как это будет выглядеть. Непонятно. Этого убили, пытаемся пробраться к ней. А, вот она сбежала. Вот она что. Ну, ладно. Такой расклад меня устраивает. Потеряли 23 жизни. В принципе, я думаю, мог меньше, но не скажу, что много. Терпимо, скажем так. Куча разного хлама. Какие-то дротики есть неплохие, вроде как. Дротики я не использую особо, поэтому, в принципе, все это смысл особо не имеет. Да, пока мы не находили ни одного плаща, ни одного амулета. Видимо, еще скоро будут. Так, облепиху нашли. Давайте, наверное, пробуем что-нибудь скрафить. Что мне нравится, что у нас уже накопилось количество корня этого 8 штук, что позволяет нам сделать, в принципе, бальзамчик, который восстанавливает 20 жизней. Давайте даже сделаем, наверное, 2. И эти 20 жизней, это, по сути, все, что нужно нашему главному герою. То есть, мы ее сейчас используем. И у нас уже, по сути, пощихуловые жизни. Оставшиеся поинты можно восполнить наверное, пайками, что ли. Просто пайки более гибкие, в плане того, что можно восстановить меньшее количество. Кир, конечно, у нас на грани уже. 4 жизни. 4 жизни, это не серьезно. Я думаю, все-таки, надо ему хотя бы немножечко сделать, потому что это одно попадание, фактически, и все, и смерть. Вот 24 жизни, это пойдет. Это, мне кажется, нормальный уровень. И давайте двигаться дальше. Так, разбираем баррикаду. Разобрали, и давайте идти дальше. Мне интересно, сколько будет здесь битв. Мне кажется, 3, наверное. Чисто по количеству зон, которые здесь есть на локации. Группа хорошо вооруженных людей пригождает твой путь. Женщина снова тут как тут. Она делает знак, и двое заключенных выскакивают вперед, чтобы перерезать веревки, удерживающие мост. Возвращение назад больше невозможно. Все, не теряешь надежды? Спрашивает она. Какого черта тебе здесь надо? Я слышал, у тебя есть черный порох. Мне бы пригодился. Конечно, подойди, возьми, говорит женщина, ухмыляясь. Она поднимает маленький глиняный горшок, поджигает фитиль, и бросает его с привычной легкостью. Он рассекает воздух, и взрывается на полпути, не причиняя никому вреда. Женщина пожимает плечами, и берет арбалет. То есть нам, видимо, нужно снова есть фито убить. И уже в следующей зоне, наверное, мы сможем с ней подраться. При этой битве я решил выбрать стратегию, при которой на битву вот сюда пойдет наш главный герой. Почему? Потому что он сможет первый походить сразу же кого-то лученька заблокировать, по сути. А во-вторых, скорее всего, и лученьки, и главный герой будут стрелять именно в эту сторону, поэтому лучше разгрузить марка, потому что все-таки уклонение вещь не такая надежная, как очень хорошие доспехи и щит этого героя. А здесь в свою очередь мы пытаемся вот здесь встать и подойти, и, собственно, избивать этого копиющика. Арбалетчик, в свою очередь, будет стоять просто сзади. Его цель будет просто стрелять по всем понемножку. И мне кажется, что это будет хорошая идея для реализации. Давайте пробуем реализовать. Тут у нас сколько поинтов? 6. 6 ОД меня вполне устраивает, то есть мы можем подойти. То есть это лучник, он, видите, он самый неживучий, то есть мы его можем очень быстро убить. Но, к сожалению, не повезло. Тут ничего не скажешь. Против неудачи ничего не поделаешь. Зато с другой стороны у нас этот ходит арбалетчик. И сейчас у него есть шанс неплохой такой подбить двоих героев. О, еще и крит пошел. Давайте еще зубриное стрелу зарядим. Но, к сожалению, два попадания это было бы слишком хорошо. Поэтому остается только ждать. Ждать следующего хода. Здесь, в свою очередь, у героя появляется возможность за 6 поинтов дать хороший ударчик. 55% или что там у нас есть еще интересного? Быстрый. Шанс повыше. Но и урон пониже. Не знаю, вот, честно говоря. Давайте лучше, наверное, низким уроном ударим. Тут важно подать просто. Тем более, все-таки снижение брони у нас есть, поэтому нормально все получается. Так, там, конечно, главного расстреливают знатно. Урон у этой героини серьезный. Очень много впиливают урона. Я думаю, мы сейчас выиграем, но потери слишком высокие, поэтому, скорее всего, переиграю потом просто, чтобы минимизировать потери. Потому что выходит прям очень дорого. Очень дорогое удовольствие в этом сражении драться. Здесь у нас срезали немножко поинты из-за того, что впали по нам. Поэтому нам остается только двигаться. Остается 5 поинтов. Ну, 5 поинтов это немного. Обычный удар может пройти ради что. Поэтому. мы его убили сразу же. Это позитивно. Здесь, я думаю, двойной пойдем убить. Блин, ну щит, конечно, блокирует хорошо. Хорошо блокирует щит урон. Вот скажите, где эта блокировка была в прошлом ходу, когда он два хода подряд принял в себя порядка 25 урона? Это же, ну, это неправильно как-то, мне кажется. Крайно неправильно. Ну, ладно, здесь попасть шанс гораздо выше. Пробуем. Зарядим обычные болты. Расстояние большое. Шансы не такие большие. И здесь у нас остается 8 поинтов. На 8 поинтов можно нанести просто-напросто две быстрые атаки. И я думаю, этого хватит для лучника. Тем более, там отравление, кровотечение. Там да, там ему конец. Пробуем двойные атаки провести. Дальше. Все-таки эта вещь хорошая. Просто, видите, в прошлый раз не повезло. Реально не повезло. Главный впитал просто килограмм урона. Я не знаю даже, что с ним делать. Тут заряжаемся с зуберными стрелами. Остается 6 поинтов. По сути, 8% вообще ничто. Поэтому давайте пробовать просто подобраться поближе как-то. И здесь тоже пробуем подойти. Двойная атака. Как-то через раз. Видите, а то везет, то не везет. Наш главный уже умирает, по сути. То есть, ну, битва проиграна. Но я, по сути, ее бы выиграл, если бы не повезло очень сильно в двух ходах, когда он впитал вся 20 урона чем-то. Поэтому просто сейчас переиграю, наверное, аккуратненько. И покажу, что получилось с этого. Хотя нам дают даже походить еще. Ладно, раз дают походить, то можно можно проводить. Так, два удара. Ну вот, попадание шикарное. Что было до этого, непонятно. Быстрый удар. В принципе, мы выиграли. Даже. Но 1 хп, это большая потеря очень. Пробую получше сыграть. Давайте, наверное, две быстрые атаки просто нанесем. Так, ну это уже гораздо лучше. Гораздо лучше, мне кажется. То есть, по крайней мере, даже можно не херяться. Теперь пойдет. Интересное отравленное копье есть. Так же есть грубый щит. С весьма сильным классом урона. То есть, наверное, хороший. И лук хороший. Ну, вещи нам дают очень годные. К сожалению, здесь нельзя их продать. То есть, по сути, я им могу только разбирать, по идее. Тут никаких нету ценностей в этой игре в плане валюты какой-то или чего-то такого. Так, вот мы разобрали баррикаду. То есть, мы, по идее, можем пройти вот сюда теперь. Ага, сразу же сражение. Они бросаются на тебя, когда ты открываешь ворота. Женщина снова здесь, но на этот раз сильно занята, выкрикивая приказы и обещая награду первому, кто тебя заварит. Ну, я не подхилялся. Это минус. А где-то женщина сама стоит. Женщины вообще не видно. А, так там, я понял, тут еще, короче, огромный данж. Это я очень, так, очень сильно поверил в себя, думая, что здесь всего пара комнат. На самом деле, здесь все очень серьезно. Я подумал, что раз там будет засада, то скорее всего в этой стороне будет все спокойно. Как раз можно будет подсобрать каких-то ресурсов или что-то еще. И здесь мы уже сможем разобраться, что к чему. Кстати говоря, отмечаю, здесь же мост сломали, то есть мы не можем вернуться даже обратно. то есть это такая суровая битва, в которой шансов на возврат нет, пока мы всех не убьем. Надо быть к этому готовым. Так, найдешь кирку, забери, день отлично проведи. Какие отличные стишки тут есть даже. Просто вау. Костер. Мне кажется, костер это возможность отдохнуть, наверное, скорее всего. Давайте сохранимся. На всякий случай. Чисто для проверки. Костер в глуши. А может какие-то у героев специальные будут функции? Не, вообще ничего. Ну ладно, то есть это, видимо, они здесь жгли костер, теперь они уже убежали, поэтому уже, собственно, просто бесполезная локация. Давайте подготовимся к битве. Я обвешивал своего Марка так же, как обычно, то есть у него теперь снова этот набор есть. У Кира, в принципе, все по стандарту. Обычные выстрелы. И здесь поядущие есть на эту битву, но в следующей битве будем уже обновлять его, потому что все-таки вещь хорошая. Видите, очень помогает во многих ситуациях. Этот яд добивает противников и они не наносят один-два удара сверху. Это очень круто. Поэтому будем этим пользоваться. Здесь у нас, смотрите, ходит первый главный и у него есть задел, чтобы выйти сюда и дать круглую атаку. Давайте это сделаем сразу же. То есть мы ставим его сюда. Этого тогда сюда. Арбалетчика, пожалуй, оставим где-то вот в этой ящейке, плюс-минус. Поставим его под уклон, чтобы его попасть лучник не мог. То есть цель арбалетчика будет стрелять по вот этому арбалетчику, точнее лучнику. Давайте пробовать. Мне кажется, получится. То есть здесь мы выходим, даем мой любимый, мой любимый вихрь. Шанс попасть не сильно высокий, но если попадем, то это отравление сразу же. И кровотечение еще прошло даже. Вообще хорошо. Есть один ОД, нам не от чего избавляться, поэтому оставляемся в этой позиции. Остаемся точнее. Отравление накинули на нас, неприятно. Вот здесь наша цель пытаться его убить каким-то чудом. Ну тут нам понадобится для этого, конечно, удача хорошая. Удача нам пригодится. Надеюсь, что она будет нам сопутствовать в этом бою, потому что без удачи все не так просто. Все не так просто. Кстати говоря, смотрите, здесь у нас выстроились все враги для вихря еще одного. Можем подойти вот сюда и дать вихрь. Шанс, конечно, маленький, но шанс есть шанс. Ой, получилось еще неплохо. Очень годно. Вот этого движения я только что не понял. У него что еще? И бомбочка есть какая-то? Ну там вот этот парень почти мертвый уже, по сути. Он быстро умрет. Нужна помощь главному. Иначе его дела будут плохи. Бомбу метать некуда особо. Стрелять в того героя как-то нерезонно получается. Лучше уж топорщика пытаться сбить. Хотя у него понижение урона будет. Давайте тогда бронербойный снаряд зарядим. Ну, в принципе, неплохо получилось. Давайте еще один зарядим. Фу-фу-фу. Отравление у меня только от кровотечения есть заряд. Так что в этой ситуации будет непросто. То есть тут желательно будет сейчас пытаться нанести два быстрых удара, что ли. и толкнуть его на своего, что ли. Не знаю, чем закончится. Давайте пробуем. Ничем особо не закончилось. Можно нанести быстрый удар, но нам бы с арбалечиком разобраться, что ли. Или два быстрых поэтому, да. Два быстрых поэтому будет более резонно. Он просто умрет от кровотечения тогда. С ядом. Ну, скоро, по крайней мере. Все непросто. Эта битва нам понадобится видимое противоядие от яда. Возьмем волу. Жизнь, честно говоря, мне жалко использовать потому что мы потеряем потенциально часть жизни и поэтому давайте все-таки рискнем. Будем полагаться на удачу некоторую. Хотя вы знаете, что мы сделаем? Мы сделаем по-другому. Гениальная мысль только что пришла к мне. Мы просто заберем эту бомбу и отдадим ее зомби Вегасу который ее кинет в передних. Да, там крутяшка, конечно, просится но с другой стороны если кинуть от них бомбу они сразу же уйдут или в аут или могут там получить какой-то еще эффект. Это круто. Это круто поэтому давайте пробуем так. Ладно, пробуем реализовать идею. Копийщик, мне кажется хорошо падает. У него меньше жизни и нету щита поэтому мы пробуем выйти на него сразу. Этот парень пойдет на лучника потенциально. Ну или может здесь ударить топорщика и посмотрим по ситуации. А Кир это самая сложная ситуация потому что нам потенциально нужно с лучником как-то пережить его выстрелы первое. Что сделать будет не очень просто скажем так. Давайте поставим где-то здесь где-то здесь наверное. Позиция вроде неплохая. Даже вот наверное здесь. Тут есть уклон тут есть преграда. Так что я думаю это что нужно. Пробуем. То есть мы метаем бомбу вот сюда. Немножко порезали армор. Покосали их. Сходим поближе и на самом деле настало время удара раз за пять наверное обычным ударим. Не лучше быстрым. Быстрый точнее. Вот. Неплохо. Ну то есть этот герой быстро умрет. Цель достигнута и поэтому ну неплохо искал бы. О так же лучник подошел. Я же как крит прошел неприятный. Но с другой стороны все остальное мне нравится как сложилось. Может метать скляночку. Можно поджечь клетки. Ну такое есть честно. Нас выбили арбалет с рук. Где арбалет вот он в сумке валяется. Забираем. Восемь поинтов остается. Но чтобы этот герой не пострадал нам нужно его увести подальше. Куда-то вот давайте сделаем выстрел для начала. Выстрел конечно очень плохой. Тогда метаем скляночку я думаю вот сюда. С кислотой. и убегаем просто подальше. Чтобы поменьше шансов не попасть были. Тут у нас два варианта. Либо идти уже сюда драться либо оставаться с лучником. Лучником мне кажется важнее убить сейчас. Поэтому давайте пробуем его там закрыть. А у главного будет цель любыми силами и любыми неправдами. 28 крит. С критом 28 вообще ничего не справится. Ладно ребят раз такое дело на сегодня все. Пожалуйста не забывайте поставить лайк если вам понравилось видео и вам хотелось бы увидеть еще. И в следующем выпуске пытаемся пройти эту битву но честно говоря пока она очень сложная. То есть там вот от этой бомбы зависит очень много и если она прокает неудачно то получается очень плохо для моей партии. Вот такие дела. Всем большое спасибо за внимание кто смотрел. Всем пока.